Строительство нового микрорайона для переселения граждан из аварийного жилья идет полным ходом. Губернатор Олег Кожемяка и мэр Константин Шестаков проинспектировали ход работы. Было решено ускорить возведение и увеличить число задействованных на объекте рабочих. Посмотрели еще строительство ветковарийного жилья и жилья для детей-сирот. Имеет большое значение. Для нас 835 человек получат новые квартиры. Мы надеемся, что строители сейчас выполняют все свои обязательства, чтобы в этом году уже люди могли заселиться. Мы в дальнейшем продолжим эту важную и нужную программу для края, как переселение из ветковарийного жилья, представление жилья детям-сиротам. Микрорайон состоит из четырех десятиэтажных одноподъездных домов. В них будет расположено 494 квартиры малосемейного типа. 123 из них предназначены для детей-сирот. На объектах трудятся почти 50 человек. Сейчас увеличивают темпы строительства и количество работников на площадке в два раза – до 110 человек. Сейчас подрядчик там наращивает темпы работы. Мы договорились, что мы еженедельно будем проезжать, смотреть по выполнению своих обязательств. Дополнение сейчас порядка шести человек на отделочной работе, двадцать человек на инженерной сети. Три дома возведены под крышу. Сейчас ведутся работы по установке оконных блоков. Остался в работе последний четвертый дом. Шесть этажей уже фактически возведены. Осталось 404 плиты. В среднем мы устанавливаем 27 плит в день. Понимаем, что за май мы должны возвести полностью дом, ну и параллельно вести работы по внутриплощадочным сетям и внутридомовым сетям. Также проинспектировали ход строительства школы в микрорайоне Потрогал. Учебное учреждение рассчитано на 1275 мест, из-за чего имеет сложную многоуровневую конструкцию. Сейчас наступают благоприятные времена, когда можно быстро завершить работы бетонной, можно сделать благоустройство, сконцентрироваться на отделке. Необходимо сейчас провести оплату и по вентиляции, по обустройству бассейна, по школьному оборудованию. Надеюсь, что в апреле эти вопросы будут решены, мы увидим оплаченное оборудование и, конечно, увеличенное количество работающих. Сегодня тут работает порядка 146 человек, нужно увеличивать где-то до 300, с тем, чтобы стройка вошла в нормативы и была гарантирована к сдаче в этом году. Динамика заметна, продолжаются работы по формированию теплового контура. Видите, что мы явно продвинулись с работой по фасадам, поменяли, как я уже в прошлый раз говорил, подрядчиков по работе с витражами, уже произвели часть витражей и они уже установлены. Продолжаем эту активную работу. Внутриплощадочные сети у нас завершаются полностью уже 20 апреля. Приступаем частично к благоустройству прилегающей территории. По тем корпусам, а именно первый, второй, четвертый и пятый, уже ведем отделку. Было получено на прошлой неделе разрешение на строительство внутриквартальных дорог Патрокло. Это тоже такая значимая веха в жизни микрорайона. В этом году мы сможем увидеть асфальтированные дороги. Понимаем, что эта работа будет завершена в конце строительного сезона текущего года. Сейчас стройки находятся на особом контроле как у городской администрации, так и у краевых властей. Диана Иванова, Новости на Восьмом.